Здарова, друг! И сегодня мы с тобой сделаем немножко такое неочевидное видео Небольшие химические эксперименты, которые приведут к интересным последствиям Итак, основа, основа нашего сегодняшнего видео и самоделки Это ткань джинса Вот такая вот, у меня тут две стопочки Вот такая вот длинненькая, вот такая вот коротенькая Она изначально, это старые джинсы, порезаны, постираны и проглажены Идеально ровно все вот так вот А также вот у меня за спиной стоит эпоксидная смола Кто знает, я думаю уже догадался, а кто не знает, я буду делать микарту Такой искусственный композитный материал, из которого изготавливают ручки для ножей и подобных инструментов Это очень хороший и интересный материал и мне хотелось бы поработать Хотелось бы, конечно, сделать какую-нибудь ручку, выточить ее на токарнике Но, скорее всего, мне материала не хватит Поэтому будем делать такие вот слайсы, так сказать Ну, а вдруг не получится Итак, корпус для нашей формы Мы будем использовать вот этот лист OSB Распилим его сейчас, сошьем А также у меня там валяется большой рулон Обычной пленки пищевой Что обернем, естественно, и будем заливать Пожалуй, приготовим сейчас корпус Под размеры наших заготовок из ткани ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ткань нужно хорошенько пропитывать вот она начинает намокать намазывать снова и снова еще один слой ткани а затем уже все это вгоним под пресс новый слой ткани у меня возможно получилось форма больше чем нужно но в любом случае это эксперимент посмотрим что в итоге получится а пока наносим и забываем про перчатки и защиту органов дыхания процесс достаточно монотонный однообразный и я вернусь когда уже соберу все пакеты уже будем полностью упаковывать итак мы закончили составлять наши пакеты ничего сложного кладешь слой пропитываешь кладешь слой пропитываешь размазываешь малую вот так вот это получается мало мне немножко осталось сейчас куда-нибудь уеденем дополнительно зальем и так что дальше я беру сворачиваю наш полиэтилен вот вовнутрь вот таким вот образом и сейчас все это накроется и пойдет под пресс под струбцины так же здесь подворачиваем сейчас возьмем как также деревяшку и отправим в трубцины так одна есть она немножко съезжает ну ничего не попишешь надо упаковать например на есть возможно будет выдавливать немного материал ну от этого никуда не денешься поэтому делали коробца намеренно вообще по всем законам как бы жанра нам нужна вакуумная камера чтобы выгнать еще воздух который засел внутри между слоями но увы вакуумной камеры у меня пока что нет поэтому сделаем как есть ну что же я закончил у нас получается вот такой вот один брикет 2 там дальше лежит все это вот так надулась на надулась на пыжилась камера следит автоматически вот никаких протечек пока я не заметил и это хорошо протечки нам не нужны и так я оставляю естественно на ночь посмотрим завтра успеет она застыть или нет ну а там уже будет видно и потом мы уже будем разрезать смотреть что это как это и вообще получилось ли у меня то пресловутая микарта или ними карта что-то подобное потому что рецепт я нашел также в интернете но любом случае для идеальной заготовки нам нужно будет вакуумная камера с вакуумным насосом либо мы сделаем сами что я скорее всего не буду делать естественно либо мы просто купим поэтому пока что переносимся на следующий день для вас это секунда для меня сутки ну что здорово прошли двое суток нет это двое вот двое суток прошли наша микарта микарта правильно под застыла получается вот такие вот штуки единственное что пока что я обрабатывать не буду потому что сверху конечно она уже все не липкая но на изгиб все равно еще все таки как бы не застыла до конца у нас второй блинчик такой же получается я сейчас распакую от пленки потому что с кислородом взаимодействие смолы быстрее и быстрее будет засыхать поэтому она засыхала двое суток на самом деле как раз из-за того что было без воздушном пространстве запакованы ну и вот сейчас мы это все вскроем и посмотрим что получилось как это выглядит вообще на самом деле часто не имеет смысла даже показывать потому что мы будем смотреть на срезе как этот материал выглядит а не то что это вот монолитная какой-то хрень да ну пока что пока что это выглядит как как что-то черное залитое блестящее а дальше будет видно распаковываем и второй тоже и оставляем отдохнуть еще наверно на сутки и возвращаемся опять ну что же снова здорово прошли еще сутки и наша так сказать самодельными карта уже набрала крепость уже и практически не могу согнуть она вот по крайней мере вот эта длинная может быть еще полежит но мы все равно подпильнем и посмотрим а вот это прям уже совсем ядреный блин вот такая сиди я сам открою сейчас мы возьмем надпилим край или отпилим кусочек и посмотрим посмотрим наконец что у нас тут внутри такое перенесемся к станочку к распиловочному и обязательно обязательно защищаем органы дыхания потому что это все равно эпоксидная смола и ну вы сами понимаете ну что же внутри вот таким вот сененьким цветом нет никаких кусочков материи потому что естественно все идеально пропитана каждый лоскуток был пропитан и сжат плотно поэтому все так вот у нас таким классным пирожком получилось мы сейчас перенесемся к шлифовальному станочку к самодельному вот он вот этот станочек мы сейчас к нему перейдем и немного зашлифуем одну сторону так сказать может быть торец боковинку и вот вот это и посмотрим как это будет выглядеть потому что местах где нашел способ написано что отлично шлифуется самый главный типа кайф этого материала в том что он не как дерево то есть органомически он как дерево хорошо лежит в руке и тому подобное к примеру на инструменте либо на ноже либо на другом каком-то режущем инструменте но он не впитывает влагу ничего то есть в нем нет он плохо подвергается воздействий каких-то химических физических то есть по факту коцнуть эту ручку практически будет невозможно как допустим случайность деревянные вы сможете подкнуть уронив так что посмотрим сейчас шлифанем и опять же до респиратор ну что спустя пять-десять минут шлифовки такой небрежной у меня получилось я эту сторону и стал а вот все торцы боковинки и вот эту немного на шлифовала она идеально гладкая и главное твердое то есть эпоксидка не перегревается ну единственное что конечно круг забился менять надо вот есть какая текстура безусловно это не какая-то заготовка под что-то это просто тест возможно попозже я залью новые штуки под ручки на резцы либо еще что-то сейчас попробуем немного нанесем масло и посмотрим как это будет выглядеть и так я возьму воск минеральным маслом и немного посмотрим как раскроется сам сама палитра так сказать джинс факт том что джинс стоит не обязательно это любой такой хороший материал должен быть волокнистый так сказать можно из мешковины но джинсы вроде как самая популярная получается вот такая вот темная штука блин ладно чисто органолептически это очень интересный получается материал реально выглядит классно интересно самое главное что очень хорошо шлифуется не греется что вот допустим если брать обычную эпоксидку вот просто кусок залитого эпоксидного там что угодно с деревом не с деревом ее достаточно сложно шлифовать особенно на грубом круге он сильно нагревается и сама как бы эпоксидка начинает плавиться греться здесь нифига возможно из за того что ну типа 50 процентов а может быть даже больше 50 процентов это соответственно ткань основа да то может быть как бы она по-другому распространять нагрев я не знаю я могу лишь предполагать но не греется и плывет это самое главное потому что обычная эпоксидка плывет попозже мы попробуем сделать все таки какую-то ручку куда-то а пока оставим как заготовку ну и возможно я не знаю пока я в пока в раздумьях ну покой попробую попозже что-нибудь интересное придумать но материал реально классный куда-то применять где-то на всепогодные условия я конечно очень хотел бы попробовать залить вот у меня прям за ухом топор висит попробую сделать ручку для топора из вот такого металла чтобы просто топор все время торчал на колоде на улице и ему ничего не было не рассыхался не разбухал либо еще что-то это классно будет идея попозже обязательно зальем и сделаем ну а также естественно будем забывать этих заготовка которых у нас есть у меня есть большой нож для разделки мяса который нужно починить его попозже обязательно этим займемся а пока что советую всем кто не знает этого естественно а кто знает и так знает счастливого удачи и не забывай написать комментарий пока